Результаты обнародованных на днях исследований свидетельствуют. Примерно 400 тысяч лет назад растаял весь лед Гренландии совсем недавно в геологической истории. И это страшно. Как минимум тревожно. Потому что столь масштабная климатическая катастрофа, случившаяся в глубокой древности, по каким-то естественным причинам, может повториться в ближайшем будущем. Уже по вине людей. И Гренландия снова освободится ото льда. Он ведь сейчас активно тает в результате глобального потепления. Нынешняя средняя температура на Земле уже выше той, при которой все одна целая. 0,7 миллиона квадратных километров льда самого большого в мире острова стекли в мировой океан, подняв его уровень на 7 метров. Тогда в глубокой древности это ни на кого особенно не повлияло. Наших обезьяноподобных предков было очень мало. Сейчас в опасности окажутся сотни миллионов человек, живущих в прибрежных районах. Немного истории без нее никак. В середине прошлого века в Пентагоне родилась плодотворная дебютная идея. Построить подо льдом Гренландии военную базу и припрятать там ядерное оружие так, чтобы в СССР его не обнаружили. В 1959 году специалисты из Ю.С. Army Corps of Engineers начали ее реализовывать в рамках совершенно секретного проекта «Ледяной червь» Project Iceworm. У проекта было прикрытие на льду, оборудовали исследовательскую базу Camp Century, вроде тех, которые работают в Антарктиде. В 1966 году армейские ученые извлекли из скважины, пробуренной на глубину 1368 метров 14-метровый керн, и увидели, что его последние 3,44 метра представляли собой почву. То есть, скважина прошила ледяной покров Гренландии насквозь и чуть углубилась под него. В процесс бурения выяснилось, что гренландский лед, несмотря на его толщину, не годится для того. Чтобы устроить в нем склад, ядерное оружие нестабилен. От ледяного червя отказались. Вроде бы. Керн отправили в морозильник, снабдили табличкой с надписью Camp Century Supplies, и почему-то забыли и вообще и в научном смысле. Гренландский лед бурили в нескольких местах, заодно определяя его толщину. Образцы на удивление сохранились целыми и невредимыми, в замороженном виде. Их случайно нашли в 2017 году. В 2018-2019 годах секретное наследие Пентагона эдакие воспоминания о будущем. С энтузиазмом исследовали ученые международной команды, которыми руководили Эндрю Крист, Эндрю Крист и Поль Бирман, Пол Бирмен, из Университета Вермонта, Юниверсити оф Вермонт. Участвовали представители НАСА и коллеги из Университета Копенгагена, Юниверсити оф Копенхаген, где, в итоге, оказался Керн спустя 55 лет. Свой первый отчет ученые обнародовали подозрительно поздно, лишь в 2021 году. Предъявили образцы почвы, а главное, останки растений, которые в ней обнаружили – листики, травка, веточки, мох. Растения выглядели так, будто бы погибли вчера, восторженно отзывался о находках Эндрю Крист, называя Керн капсулой времени. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.